ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, уже в пятницу в крае резко похолодает. МЧС региона объявила штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Если утром синоптики обещают дождь, переходящий в мокрый снег метель, то уже к середине дня начнет крепчать мороз, на дорогах образуется гололедица. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25. Региональное МЧС просит водителей быть осторожными на дорогах и воздержаться от выездов на дальние расстояния. Пешеходам при сильном ветре рекомендуется без необходимости не покидать помещение. Сегодня ровно на 12 часов Биск и Барнаул присоединились ко Всемирному дню качества. Любой автовладелец мог проверить, качественным ли топливом он заправляет свою машину. Проверяли в режиме строгой секретности. Через неделю эксперты обещают выдать результаты. О том, как на эту акцию откликнулись водители краевой столицы Наукограда, знает Кирилл Политов. Никакой очереди, никакого ажиотажа. Спустя пару часов после старта акции всего один экземпляр. Эту пробу автовладелец принес с неизвестной АЗС. Место отбора засекречена конфиденциальность. Здесь главный принцип. Обязательное условие сегодняшней акции Вот такие этикетки. Их нужно было найти в социальной сети заранее, распечатать, заполнить и наклеить на ваш образец, который вы потом сдаете экспертом. Здесь ваши контактные данные обязательно заполняются. Заполняется, естественно, топливо, марка бензина, да. И заполняется электронный адрес и социальная сеть ВКонтакте. То есть через неделю, когда эксперты проверят ваш образец, ответ вам придет либо на электронный адрес e-mail, либо в социальной сети ВКонтакте в сообщении. В так называемом протоколе испытаний будут прописаны все ключевые параметры топлива. Например, содержание различных химических примесей. Значительное превышение грозит серьезными поломками двигателя. Водители уверяют, качество бензина сейчас далеко от идеального. Не сказать, чтобы. На пределенных заправках вообще машина не едет. Машина не так идет, чувствуется, не набирает мощности. Занимаюсь в автосервисе ремонтом автомобилей. Часто в топливных фильтрах осадок большой. Осадок остался и у наших бийских коллег от участия в акции. Изначальные условия были выполнены безукоризненно. Купили тару, купили бензин. Вот только налить в эту тару этот самый бензин оказалось занятием не из легких. На помощь пришел едва ли не весь штат сотрудников заправочной станции. С помощью вот этого прибора, который именуется мерником, все же удалось залить, налить, перелить. Акция проводится такая впервые. Особенно в нашем городе бесплатно проводится для всех желающих. Пробуем и принимаем до восьми вечера. Вдобавок ушло время и на опечатывание самой тары. Для этого корреспондента отправили в соседнюю ОЗС. После пробник самого ходового 92-го все же был принят. С лакмусовыми бумажками каждый автолюбитель все же не набегается, да и подобные акции проводятся нечасто. В результате остается единственный способ, чтобы обезопасить свою машину, попросить у сотрудника ОЗС паспорт на бензин. Документ должен быть на каждой станции. Там обозначено октановое число и другие характеристики. Правда, водители настаивают, чтобы подобные проверки проводились как можно чаще. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Алтайский край получит возможность экспортировать зерно по льготным тарифам железной дороги. Для наших аграриев это без преувеличения долгожданное событие. Ведь с нового года они смогут продавать зерно на мировом рынке. Раньше заниматься экспортом было совершенно невыгодно. Прибыль приносила только продукция переработки. Чтобы поставщик сумел доставить зерно с алтайских полей, например, в страны Азии, он должен был оплатить погрузку и транспортировку зерна согласно расстоянию и тарифам железной дороги. Сегодня государство, если нас включает Алтайский край, постановление 1595, о чем было сказано Минсельхозом в лице директора департамента Алексея Куценко, то сегодня отправитель, хозяин этого зерна, платит только за поставку вагона. Он заказал вагон, ему пригнали, он заплатил за поставку вагона. А стоимость железной дороги оплачивает уже правительство. Алтайский край получит федеральные субсидии на экспорт зерна в следующем году. По заверению наших аграриев, мы сможем поставлять на мировой рынок более 300 тысяч тонн. В Рубцовской зоне до сих пор не утвержден региональный оператор по вывозу и утилизации отходов, хотя срок закончился еще в июне. Между тем, на Алтае заканчивают подготовку к переходу на новую схему сбора и утилизации мусора, что лежит в основе мусорной реформы и на какие средства ее будут реализовывать. В материале Анастасии Дороган. Бейск и Белокуриха – пионеры мусорной реформы. Их чистоту контролирует уже не муниципалитет, а региональный оператор, компания, за которой сбор, перевозка и утилизация отходов. В январе эта схема заработает во всех семи мусорных зонах края. В шести имена рекоператоров известны. Седьмого участника из Рубцовска проверяет ФАС после многочисленных обращений конкурентов фирмы. Бизнес, связанный с захоронением отходов – это бизнес, который всегда немножко местами находился в серой зоне. Возможно, некоторые противодействия со стороны тех людей, тех организаций, которые занимались подобной деятельностью. В ближайшее время определим победителя по Рубцовской зоне. На реализацию мусорной реформы рекоператор получит из Федерации 12 миллиардов рублей. Большая часть пойдет на восстановление земель после хаотичных свалок. Еще часть – на объекты временного размещения, станции погрузки и сортировки мусора. Мусора. Предполагается, что в дальнейшем схема должна работать от экологического сбора и платы за негативное воздействие. Деньги на это будут. Ведь до 2025 года эта самая плата вырастет в восемь раз. Но пока власти оперируют более скромными цифрами – 70 рублей. Столько, по словам министров, составит новый тариф на вывоз мусора на одного человека. Хранить отходы будут всего на пяти полигонах. Если мы примем все условия и будем вычленять полезные компоненты, достойно перерабатывать и сортировать этот мусор, то до захоронения будет доходить 40%. Направить на захоронение лишь только ту часть, которую мы не можем переработать. Переработать мы не предусматриваем на территории Алтайского края строительство гигантских мусоросжигательных заводов. То, что для себя считаем, что объем у нас отходов невелик. А в селах, где точно начнутся проблемы с регулярным наполнением мусоровозов, скорее всего, установят контейнеры, куда планируют складировать отходы до их вывоза. Разместить контейнеры необходимо до конца текущего года, ведь с нового мусорную реформу уже начнут активно реализовывать на практике. Татьяна Голубева, Анастасия Дороган, Николай Шелкон. Наши новости. Отменить понижающий коэффициент и уравнять стоимость электроэнергии для тех, кто пользуется электрическими и газовыми плитами, предложило профильное управление на заседании правительства. На данный момент тариф разнится в 70 копеек. Меньше платят те, кто готовит на электрических. Подобные изменения могут коснуться порядка миллиона жителей края. Губернатор Виктор Томенко, прежде чем принять решение, поручил проанализировать все риски. В ходе заседания обсудили механизмы по сдерживанию тарифов на электроэнергию для юридических лиц. Речь идет об абонентах, занятых в реальном секторе экономики. Предпринимателях, сельхозпроизводителях, муниципальных и бюджетных предприятиях. Таких в крае свыше миллиона. Правда, ощутить на себе перемены в случае положительного решения правительства юрлиться смогут не раньше 2020 года. Наша задача при любых сложностях установить тарифы не выше того, что определено сценарными условиями развития российской экономики. Мы будем продолжать искать дополнительные резервы и способы сдерживания роста регулируемых тарифов. Сегодня сотрудники внутренних дел России почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих. 8 ноября – скорбная дата по всей стране. Панихида по погибшим сотрудникам прошла и на мемориале памяти главного управления МВД России по Алтайскому краю. Здесь вековечены имена более 500 военнослужащих. На митинг пришли не только коллеги, но и курсанты юридического института, священнослужители, а также родные и близкие погибших. Они возложили цветы и почтили память военнослужащих минутой молчания. Здесь нет конвоя и огороженного забора. Центр реабилитации для зависимых людей в Первомайском районе даже называется «Свобода». Как освободиться от употребления наркотиков и алкоголя? Чем можно их заменить? Ответ наша съемочная группа на днях получила от самих бывших зависимых. Они организовали театр и теперь приезжают с постановками в реабилитационные центры. Подробности в материале Александра Захарова. Алкоголизм, наркомания. Давно известно, что эти болезни нельзя вылечить насильно, пока сам человек не захочет жить трезво. Как вариант – реабилитационные центры. В основе их методик – трудотерапия, психология, социум. Но главный принцип – добровольное желание. То есть и летом, и зимой, и полный год. То есть каждый день происходит закаливание. Здесь нет огороженного забора. В отличие от других центров, вход для журналистов, родственников и не только свободный. Во-первых, это и противопожарная безопасность. И во-вторых, это говорит об открытости центра. То есть к нам в любой момент могут приехать какие-то проверки. Все это показываем, все рассказываем. То есть скрывать нечего. Объект не режимный, но режим для пары десятков человек расписан по минутам. Дежурство, терапия, отдых, индивидуальные групповые занятия. По методике «12 шагов» реабилитационный центр «Свобода» помогает нарко- и алкозависимым выздоравливать и возвращаться к нормальной жизни. Антону сейчас 29. В школе занимался борьбой. Впервые по совету старших ребят попробовал на свай. Затем марихуану и героин. Университет бросил, когда стал колодца несколько раз в день. Когда употреблял, ты просыпаешься и первое место в башке где взять. И на что взять. Какое-то время я делал вид, что я бросаю, пытался сладить. Но это все недолго было. Я вновь возвращался к употреблению. Мне предложили поехать на Алтай. Антон приехал сюда с четкой целью освободиться от зависимости. Считает, самое сложное – признать, что наркотики сильнее тебя. Поскольку многие не признают, что больны. Чтобы, во-первых, человек понял и осознал свою зависимость. Понял смысл трезвой жизни. То есть научился жить по-другому. То есть поменял свои внутренние принципы, убеждения. Чтобы поменял свою систему ценностей. Чтобы перестроился на новый лад жизни и вернулся в общество. Помимо трудотерапии, отмечают специалисты, немаловажный аспект – духовное развитие. Скоро здесь откроют православную часовню. Но и сейчас в центре насыщенная культурная жизнь. Например, с гастролями приехал театр «Факел», созданный на базе благотворительного фонда реинтеграции. Они показали интерпретацию повести Василия Шукшина. А поутру они проснулись, где в конце истории герои все-таки находят выход. Не хочу так больше. Не хочу себя жалеть. Что мне делать? В театре 13 актеров из бывших зависимых и их родственников. Курдруг Ольга сама долгое время употребляла алкоголь. В итоге работу потеряла. После курса реабилитации вспомнила профессиональные навыки и создала театр. Мы так собрались, нам комфортно выздоровлять вместе. И задачи у нас простые – социальная адаптация. Умение жить в этой жизни трезво, нормально и в комфорте. Их объединила общая беда. Но они на пути к выздоровлению. Главное для них – общение и взаимная поддержка. А еще поддержка со стороны близких родственников. Ведь для успешного исцеления бывших наркоманов и алкоголиков, по мнению не только руководителя театра, но и специалистов, занимающихся реабилитацией зависимых людей, очень важна роль семьи. Кстати, в этот реабилитационный центр, в отличие от многих других, родственники могут пройти свободно. Александр Захаров, Андрей Печеркин. Наши новости. В ближайшее воскресенье, 11 ноября, жители Алтайского края напишут географический диктант. В регионе будет работать 18 площадок. Большая часть из них в Барнауле. Две в Алтайском госуниверситете, по одной в техническом и педагогическом вузах, а также в институте повышения квалификации. Также свои знания по географии проверят жители Бийска, Рубцовска, Селтроицкая, Паново, Алтайская. Диктант начнется ровно в 12 часов по местному времени. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов о географии, знаменитых исследователях, флоре и фауне России. Ведущие будут читать задания, при этом вопросы продублируют на экране с иллюстрациями в качестве подсказок. Среди лекторов профессор-географ Виктор Ревякин, а также корреспондент наших новостей Илья Кочетков. Географический диктант – просветительская акция, впервые организованная Русским географическим обществом в 2015 году. За три года она стала международной. Организаторы отмечают, что для участия желающим нужно просто зарегистрироваться на сайте регионального РГО. Адрес вы видите на своих экранах. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Чистите печень народными средствами? Попробуйте заменить их на «Ависол». «Ависол» – современное натуральное средство, способствует бережному очищению печени. «Ависол Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Завтра в крае начнется похолодание. В Бийске до пяти мороза, в Рубцовске до семи, в Тальменке до минус восьми. Тепло сохранится пока в Белокурихе. Здесь до плюс двух. В Барнауле ночью около ноля. Ветер юго-западный порывистый. Днем до восьми мороза с дальнейшим понижением температуры. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. А у меня на этом все новости. Одевайтесь теплее. До встречи.